Для нас была очень важна эта победа. Мы очень рады, что мы выиграли, потому что на самом деле сегодня ряд причин на это есть. Во-первых, встречались две команды, у которых наиболее атакующий стиль ведения игры. И это показывает статистика не просто какой-то одной игры или пару игр. Это показывает статистика сезона. Это первое. Второй момент, мы споткнулись, будем так говорить, и немножко забуксовали в начале сезона. И это было не так, как мы хотели. Это понятно. И для меня очень приятно. Я очень рад и горжусь ребятами о том, что несмотря на эти все вещи, которые вот давление, что не получается, что они все равно встали и сделали то, что они умеют делать очень хорошо. И это очень важно. Это говорит о силе духа прежде всего. Потому что ты можешь споткнуться и упасть, и тебя поднимут. Но если ты упадешь духом, то тебя затопчут. Это такие реалии. Это так. И мы об этом поговорили. И я очень рад, что у нас духовитая команда. В эту команду я вкладываю еще также наших болельщиков. Потому что несмотря на то, что мы споткнулись, несмотря на то, что у нас были трудности, все равно верили в команду. Не было такого ни от одного болельщика, чтобы нас забрасывали камнями. А наоборот, верили и поддерживали. Вот это дорогого стоит. Вот это и есть семья. Это и есть факел. Это уже наш слоган «Вместе», о котором мы разговариваем. И не то, что проговариваем. Это оно есть по умолчанию. Это мы делаем. И поэтому мы разделяем, конечно, вот эту победу и веру в команду, веру в результат с нашими болельщиками. Потому что такого мы ни в одном городе не встречали никогда. Это просто фантастика. И, в общем, мы все молодцы. И всех с победой. Есть вопрос. Олег Троич, когда арбитр назначил пенальти, показалось, что принимали решение, какой игрок будет бить. Максимов был назначен штатным пенальтистом или просто обсуждался? Да, нет. Все действия на поле, они четко проговорены. Ребята сделали вообще четко все вещи, о которых мы договорились. Заранее есть группа из трех-четырех человек, которые готовы к этому. И второй вопрос. Владимир Беден, выходя на замену, усиливая эту игру, планируется увеличить его игровое время? Как он в физическом состоянии? Физическое состояние у всех хорошее. У Володи, нужно сказать, что Володя получил серьезное повреждение в игре со Спартаком. И он играл с открытой раной. Поэтому вообще у Володи был вопрос участия в этой игре. Но мы рады, что все хорошо у него со здоровьем. И само желание футболиста играть за команду позволило затянуться этой ранее. Что если бы она, конечно, продолжала кровоточить, он бы не смог участвовать в игре. Но он и медицинский штаб приложили все усилия, чтобы этого не произошло, чтобы он вылечился и он играет в футбол. Можно вам поздравить. Олег Петрович, с победой. Скажите, пожалуйста, спартакопник, который до вас был в этом зале, сказал, что Алани сегодня футбол переграла Фатю. А ваше мнение на этот счет? В чем Фатю был сильнее Алани? Вы знаете, мы не отходили от плана на игру с первой минуты. И у нас это все получалось. Абсолютно все. Мы понимали, я к Спартаку Гогневу отношусь с большим уважением. Потому что это, помимо того, что это был, на мой взгляд, величайший игрок с характером. Потому что мне довелось, я имел счастье тренировать в Спартака. И он прекрасный тренер. И он об этом знает. Мы можем созваниваться и обсуждать какие-то вещи. И я большим уважением отношусь к нему. Он выстроил очень атакующую команду. Но при этом мы были к этому готовы. И с первой минуты начала игры мы четко действовали и контролировали ход игры. Это, может быть, допустим, в первом тайме не было столь каких-то явных моментов. Но мы должны понимать, что это очень хорошая команда, которая больше всех забивает в этой лиге. И здесь все-таки первый тайм, это была история за территорию. Я считаю, мы сыграли успешно и удачно. Второй тайм мы продолжили в том же ключе. Я не могу сказать за Спартака, потому что я не знаю их план на игру. То, что, например, второй тайм больше стала вертикальной от них игры, что им не свойственно. Все-таки это команда, которая играет по земле и играет очень хорошо. Но мы действовали очень строго и контролировали ход игры. И мы имели моменты. При этом мы сохраняли баланс. То есть у нас во время атаки, во время обороны у нас везде был баланс, который мы контролировали. И об этом мы договаривались перед игрой, когда готовились именно к Лане. И я горжусь парнями, потому что они все сделали. Поэтому я не совсем соглашусь. Я скажу так, что мы выиграли и мы успешно противостояли команде. И раз мы все контролировали, значит, это вот так. Единственный момент, мы пропустили со стандарта. Ну, это футбол. Ну, конечно, мы так не договаривались. Это вполне естественно. Но есть вещи, когда... Вот на самом деле, сейчас даже пересмотрев этот угловой, то есть есть две вещи, которые мы обсудим внутри команды. Они... Это буквально, я вам скажу так, 50 сантиметров и немножко корпуса. И этого бы не было. Ну, просто, ну, вообще не было бы даже. Но ничего. Это... Ну, а как? Это... Футбол, он очень быстрый, непредсказуемый и тем интересен. И второй вопрос. После удаления Хасонова в составе Алании, вы в тренингском штабе, да и сами лично, о чем больше думали? О том, чтобы забить третий и закончить матч? Или чтобы вот все-таки отстоять от преимущества, которое на ту минуту уже было обеспечено? Сто процентов мы не думали удерживать счет. Это сто процентов. Именно поэтому мы создавали моменты, которые, к сожалению, немножко вот спешка и чрезмерное желание, ну, вот ряды наших ребят, которые, да, и Володя Дедюн, и Андрей Разборов, Рома Акбашев, Алишка Шаваев, которые имели реальные голевые моменты, да, но мы их не забили. Это немножко спешка. Плюс, надо сказать, что у Алании очень хороший вратарь. Спасибо большое.